Сергей Клещерёв вспоминает, как сразу после окончания военного института имени Можайского в Санкт-Петербурге по относительно новой тогда для Советов специальности ракетостроения и эксплуатации двигателей попал на Байконур. За шесть лет работы на знаменитом космодроме участвовал в 80 запусках ракетоносителей, треть из которых были пилотируемыми. Вернувшись в родную Самару, устроился на завод «Прогресс». В должности военного представителя по контролю качества проработал 28 лет. Сегодня Сергей Алексеевич – ветеран космических войск и ракетно-космической промышленности. Наша вся династия Клещерёвых проработали более 230 лет, если брать как стаж, в ракетно-космической отрасли. Это охват Самара, Ленинград, Санкт-Петербург ныне, космодром Байконур, космодром Плесецк. Вся наша фамилия занималась подготовкой в той или иной степени как на военной службе, так и на гражданском поприще, подготовкой, созданием, испытанием и запуском ракет космического назначения. В преддверии Дня космонавтики волонтёры Победы поздравили Сергея Клещерёва с профессиональным праздником и поблагодарили за большой вклад в развитие космической отрасли. Волонтёры Победы – это не разовая акция, это системная работа и системная деятельность. Волонтёры Победы – хоть и молодая организация, которая образовалась после 70-летия Победы, но уже больше пяти лет мы ведём работу по разным направлениям. И, конечно же, это основная деятельность по адресной помощи ветеранам и встречи с ними. Акция волонтёров Победы продолжится и дальше. Сейчас организаторы активно сотрудничают с заводом «Прогресс», чтобы в год 60-летия первого полёта человека в космос ни один ветеран космической отрасли не остался без внимания. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.